Пришел, увидел, закричал, или запел, или продекламировал текст. Сцена, настоящая театральная сцена, делает с людьми удивительные вещи. Сразу хочется выразить себя и применить все те уроки, что тебе давали режиссеры. Как правильно голос посылать вдаль, например. Эй! 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 Так не слышно? Здравствуйте! Можно вас еще одну коробку оставить? Так было слышно? Так и уже! Я сейчас на верху возьму. Но, ребята, вы помните, что это пустой зал? А полный как? А это шум, это ручный почерк, и это сканывается объем. Шире. Понимаешь? А еще полный зал, понимаем мы все, это сотни глаз внимательных, изучающих. Недаром режиссеры говорят, боязнь зрительного зала едва ли не самая страшная, что есть в жизни актера. У меня такое ощущение, что надо от этого абстрагироваться. Как бы поставить определенную стену перед собой и жить в той квартире, в той сцене, которую мы будем ставить, тогда это будет правильно. Потому что если реагировать на людей, то это будет очень сложно. Это опять вы, пиратцы! Перерыв, да? Да. Так я и знала. Я же сказала, что никогда не буду вашей женой. И все же участники признаются, для многих из них оказаться по эту сторону авансцены – настоящая мечта. Я в студенческие годы очень часто выходила на сцену, и я скучаю по этому роду деятельности. У меня сейчас очень мало возможностей, и я с удовольствием принимаю участие в спектакле. Когда предложили вот это, о чем я мечтала всю жизнь, господи, да это просто было счастье в моей жизни. Это просто был свежий воздух. Правда, правда. Я получаю такое удовольствие, о котором не могла мечтать. Побывав на сцене, актеры вернулись в свои репетиционные залы, чтобы продолжить оттачивать интонации, реплики. И уже скоро состоятся первые просмотры, за кулисы которых мы вас, конечно, пригласим. А пока напоминаем, что премьера назначена на 8 декабря. Спешите купить билеты. Справки по телефону 722-004. Илья Кочетков, Андрей Печоркин, информационный канал «Город».